В эфире Радио Крым Реалий. Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днём сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее. Радио Крым Реалий. В 1998 год, о периоде его становления в качестве автономной республики Крым в составе независимой Украины, я пригласил нашего доброго, уже знакомого с вами, кандидата исторических наук Александра Севастьянова. Александр, здравствуйте. Добрый день. Начнём мы, пожалуй, с того самого момента, на котором остановились позапрошлый раз, потому что прошлая наша программа была посвящена в том числе и возвращению крымских татар на историческую родину. И вот вторая половина 1991 года сначала референдум о восстановлении Крымской ССР, потом референдум о сохранении Советского Союза, потом второй курлтай крымских татар, потом референдум в поддержку независимости Украины. Ну, такой вот праздник демократии в какой-то степени, даже карнавал. И декабрь 1991 года заканчивается тем, что Крым поддерживает независимость Украины, пусть и там с минимальным перевесом. Потом новогодние праздники, естественно, а потом начинаются вот суровые будни 1992 года, как мы знаем, разрыв экономических связей по бывшему Советскому Союзу, определенные трудности экономического характера. Но сначала, как в политическом смысле развивалась идея крымской автономии, крымской государственности в период с 1992 по 1998, прошли ли в этот период какие-то кардинальные изменения? Если прошли, то кто был заинтересован в том, чтобы изменить статус Крыма и в конечном итоге, как Крым пришел к той модели, в которой он формально находится и сегодня? Нет, сегодня он находится немножко в другой модели, да, да, Юра де-факто. Но я бы прежде чем в 1992 год возвращаться, или точнее, как бы туда погружаться, я бы все-таки немножко остался бы в 1991 годе. И еще раз вернулся бы к двум моментам, а именно это то, что крымская автономия, восстановленная на референдуме 20 января, была введена в конституционное поле Украины, в тот момент еще УССР в феврале 1991 года. И вот это отправная точка всех юридических и политико-юридических баталий вокруг Крыма. То есть 24 августа, когда Украина произошла в свою независимость, а 1 декабря ее подтвердила, вся территория УССР и крымская автономия стала частью независимой Украины. То есть вот эта юридическая позиция, это юридическая, собственно говоря, ну скажем так, принципиальная, да, принципиальная точка, парадигма, она отправная для всего нашего дальнейшего рассказа. И еще одна вещь. По факту, конечно же, мы говорили об этом в прошлый раз, да, что на изломе Советского Союза сформировалось в Крыму некое интеллектуальное, я бы пока так сказал, движение, которое предполагало и имело в своей основе, ну, я бы сказал бы, такие сепаратистские, ну, после обретения независимости Украины, они, конечно, считались сепаратистскими, до этого же, я бы сказал бы, ну, пророссийские симпатии. Вот это интеллектуальное движение, как ни странно, получило политическую ресурсную поддержку от определенных сил, которые были далеки от политики. И когда в 1990 году еще были выборы Верховного Совета Крыма, да, сначала это областной совет, который в 1991 году, ну, переконституциировался в Верховный Совет Крымской Автономии. И вот данные силы провели в состав того созыва, первого демократического созыва, заметное количество депутатов, которые, ну, вот, стояли на вот таких вот пророссийско-сепаратистских позициях. И среди этих депутатов выделялся Юрий Александрович Мешков. Собственно говоря, в политическая фигура я, когда вот думал о том, как, какую найти аналогию этому политическому лидеру, кстати говоря, недооцененному политическому лидеру, и, ну, я бы сказал бы, не совсем справедливо вот как-то отнеслась к нему судьба в том смысле, что на самом деле это нетипичный лидер сепаратистов, потому что, безусловно, Юрий Мешков нас ассоциируется с сепаратизмом, попыткой крымского сепаратизма в 90-е годы. Однако, вот, если мы возьмем, там, допустим, в Приднестровье, Игорь Смирнов, Мешков в Нагорном Карабахе, тоже такие, в основном, представители военных кругов, да, там, или милицейских, да, ну, наверное, ближе всего где-то к Владиславу Ардзинбе, да, в Абхазии. Почему? Потому что Мешков юрист, Мешков, кроме всего прочего, еще и спортсмен, он занимался каратэ и даже был представителем Федерации кикбоксинга, да, и, кроме всего прочего, удивительный факт его биографии, то, что Мешков – глава крымского отделения общества «Мемориал». Это, понимаете, это не какой-то просоветский, не какой-то коммунистический, прокоммунистический или, там, осколочный имперский вариант, да, советского образца. Вот человек в «Мемориале» состоял и проводил в стиле даже массовой акции, да, под управлением КГБ в последние годы советской власти, там, бывали Франко, да, то есть личность такая, неоднозначная, да, и вот почему и про Мешкова в связи с 91-м годом, надо еще сказать, потому что в октябре 1991 года Верховный Совет Крымской и еще АССР принимает решение, ну, скажем так, документ о необходимости проведения референдума о статусе автономии. Однако тут же отказывается от проведения референдума. И вот звезда политическая Мешковов восходит в эти дни, когда 23 октября принято решение о том, что такой референдум, ну, как бы может когда-то состояться, да, должен состояться, да, заявлена политическая воля об этом. А потом отказывается назначаться дата, то есть говорят, что, ну, мы пока вот не будем. То есть руководство Крыма во главе с Николаем Багровым, как бы это откладывает долгий ящик этот вопрос, условно говоря. И Мешков начинает голодовку под Верховным Советом Крыма в палатке, правда, продержался он всего лишь несколько дней, потом по состоянию здоровья его госпитализировали, и эта голодовка закончилась. Но вот это та вот отправная точка, когда идея о том, что должен происходить, пройти какой-то референдум, она стала очень и очень муссироваться в крымской прессе и так далее. И вот дальше, после референдума о независимости, о подтверждении акта независимости Украины, выборов первого президента Украины, собственно говоря, наступил некий вакуум власти, потому что вот для меня, например, иллюстрацией вот полного разрыва вообще всего, это стал конец 1991 года, очень чётко помню, это конец декабря, когда в Украине ввели уже новую валюту карбованцы-купоны, но не в виде вот этих вот выстригаемых там как-то ножницами кусочков бумаги, а уже как купюры, ну пусть такие не очень качественно исполненные, но всё-таки как валюта, да, и мы пошли в магазин с мамой, а у нас мы люди честные, честно вам скажу, мы как-то сказали обменять, мы пошли обменяли советские рубли на эти купоны, всё, у них советских рублей нет. А в этом магазине молоко продаётся вот в отделе, да, и там говорят, а мы за советские рубли вот торгуем, то есть вот за, да, нет, мы это не понимаем. И, а в другом отделе того же магазина вывозится такое же молоко, которое продаётся уже за купоны карбонцев. Вот это свидетельство того, как вот всё полностью разделилось, хотя, по сути, в общем-то и в России, в общем-то, с 1992 года уже появляется своя валюта и всё такое прочее. То есть вот дальше наступает очень интересный момент, потому что дальше идёт юридическая коллизия статуса Крыма, которая, и, кстати говоря, Крым в этом смысле оказался впереди и Украины в некоторых вопросах, и впереди России, и впереди вообще много... Ну, практически, если не планеты всей, то постсоветского пространства. В создании этих форм, вот в создании конституционных, либо каких-то государственных форм, потому что руководство Верховного Совета во главе с Николаем Багровым, который совмещал свой пост председателя Верховного Совета с мандатом народного депутата Украины, оно неизбежно было вот как бы связано действительно с Киевом, то есть оно не могло не действовать без оглядки на Киев, а в свою очередь в Киеве тоже все плохо понимали, вот какая должна быть законченная формула по Крыму. То есть, ну вот даже название, вот эта автономная республика Крым, ведь оно появилось официально, только лишь где-то к 1994 году, будем говорить, вот как формулировка, да? А фактически, по большому счёту, ну вот на местном уровне в Симферополе смотрели-смотрели, и высмотрели, и объявили о формулировке, и её стали использовать как республика Крым. И вот дальше интересный очень момент. Я далёк от той мысли, что в основе матрицы вот этого большинства, которое ориентировалось политизированной массой людей, и что там в основе какая-то советская матрица на тот момент. Это всё-таки время распада Союза. Это вот какая-то такая попытка осмысления всех этих событий, ну вот на фоне Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии и всего прочего. Карабаха, что вот регион непростой, регион особый, регион безусловно, с наличием русского этнического большинства, да, которая не очень понимает, в каких условиях, в какой реальности оно оказалось. И поначалу, учитывая то, что это время прощания с коммунистической идеологией, да, то есть это попытка, ну вот, быть солидарным с неким демократическим процессом, но российским политическим, демократическим процессом. Почему? Ну, давайте вспомним, что информационное пространство, всё осталось московское. Мы, как там, ну сначала это называлось центральное телевидение, потом это стало называться телерадиокомпания «Станкино», телерадиокомпания «Россия», да, это, соответственно, сегодняшняя первая кнопка, там первый канал российский, второй российский канал, да, телеканал также назывался «Россия», потом «РТР», потом снова «Россия», да. УТ-1, УТ-2 и даже УТ-3, которая тоже была создана и какое-то время существовала в начале 90-х годов, они не то, что не выдерживали этой конкуренции, они просто-напросто, ну в ней не то, чтобы даже не участвовали. Это была параллельная реальность. Ну, вот это факт, потому что в каждом крымском телевизоре вплоть до второй половины 90-х годов, да, и, в общем-то, и во многих... Ну, 98-го точно. Ну, в 96-м, по-моему, появился «Интер», как таковой, да, и 1 плюс 1, в общем-то, давайте так говорить, и то они неполный день вещали, а потом уже там, вот, в 98-му году произошла, да, вот. Вот, то есть, по сути, да и во многих украинских телевизорах-то господствовал российский информационный контент. Люди вот жили по инерции Москвой. А местное руководство, местная элита, она оказалась собранной вот из такого конгломерата очень интересных групп. То есть, это старая компаративная номенклатура, которая трансформировалась в новые условия. Это, конечно же, её лидер и руководитель, её символ – это Николай Васильевич Багров и председатель областного совета, потом председатель Совета Верховного, да. Это часть старого краснодиректорского корпуса, который получил в своё фактически бесконтрольное распоряжение очень серьёзные куски собственности. Это вот эта пророссийская интеллектуальная группа, группировка, которая, ну, вот, видит возможность какого-то там сепаратистского развития движения. Это самое интересное. Вот, кстати говоря, Мешков был представителем Федерации кикбоксинга. И вот, скорее всего, там-то он и познакомился с определёнными личностями такого сомнительно спортивно-криминального характера, которые стали оказывать поддержку этим политическим силам, вот этому пророссийскому спектру, да. Сначала формируется республиканское движение Крыма, потом формируется на его основе республиканская партия Крыма, Мешков во главе этого процесса. И вообще, если так разобрать спектр вот этого пророссийского движения, ну, ещё наиболее такой заметные две силы – это Народная партия Крыма, так называемая, во главе с Виктором Межаком, и русская партия Крыма Сергея Шувайникова, ну, который, в общем-то, достаточно талантливо интерпретировал Жириновского. Он, в общем-то, и вступал в ЛДПР в определённый момент в начале 90-х годов, это факт, он этого, в общем-то, он одно время-то скрывал, но потом как-то смирился с этим, сейчас состоит в ЛДПР до сих пор, вот, но по сути, в общем-то, потом он понял, что можно вот играть роль Жириновского в таком вот крымском масштабе. Ну, и это та часть компартийной элиты ещё, которая оказалась вычеркнута из процесса, собственно говоря, это те коммунисты, которые на время были запрещены, и было отдельное решение там, решение Совета Крымского, Верховного Совета о запрете деятельности КПУ, заметим, на территории Крыма. И потом, правда, они возродились. Это, конечно же, коммунисты в главе с Леонидом Грачёвом. Сначала Союз коммунистов Крыма, потом Коммунистическая партия Крыма. Надо сказать, что украинское государство переживало глубокий системный экономический кризис. То есть, 93-й год, например, это 10 тысяч процентов инфляции. Это также абсолютно отражалось на Крыме. То есть, полный экономический крах вообще вот всех отраслей, он был очевиден. Ну, благодаря климату, благодаря природным условиям, благодаря возможности каких-то там огородов и всего прочего, люди вот выживали в сугубо таком вот, ну, продуктовом варианте. Пустые полки, да, они заполнились, но у людей началась другая проблема, что просто не было денег, чтобы, ну, достаточно купить себе необходимых товаров и всё такое прочее, да. И, конечно же, возникало, возникало понятное недовольство властью. А власть в лице Багрова, да, и тех руководителей, в общем-то, правительства, которые были при нём, то есть, это Борис Самсонов, это забыл, как Куражка звали, если честно, сейчас не могу вспомнить, да. Вот, два руководителя, да, они что-то пытались, но они ничего не могли сделать, потому что, ну, по большому счёту, и Украина, и Россия в тот момент находились примерно в одинаковых условиях. То есть, вот, разруха, нищета, инфляция, откровенная слабость валюты, ну и путь к тому, что где-то к 95-му году все жители, работающие жители и даже пенсионеры данных стран, данных государств стали миллионерами, да, потому что были купюры в миллион, там, в 500 тысяч и так далее. Да, всё это есть. Вот. И поэтому некая иллюзия о том, что в России немножко лучше, и благодаря тому, что Россия большая, и вот она поможет, она захватила умы. Но местная номенклатура, в ГЛС Багровым, считала, что можно вот играть на противоречиях. И именно поэтому, когда, ну, скажем так, возникали определённые моменты, тот же Николай Багров шёл на обострение ситуации. Одним из самых ярких примеров вот этого обострения ситуации было решение 6 мая 1992 года о принятии Конституции Республики Крым. Если почитать этот документ, это самая демократическая Конституция. То есть, вот, она практически, ну, это такой, знаете, документ вот эпохи, да, властности демократии и её победы и торжества. Но в плане взаимоотношений с Украиной там была написана очень чёткая такая формулировка, которая говорила о том, что Республика Крым строит свои отношения с Украиной на основе соответствующих договоров. То есть, по большому счёту, это даже не автономия. Это некая, ну, назовём так, это ассоциация с Украиной, да, которая, ну, на основании договоров существует, а если договоры разорвать, то, ну, в общем-то, один шаг до независимости, да. И, безусловно, в Киеве это абсолютно адекватно воспринималось как проявление, ну, стремление к сепаратизму. Однако Николай Багров умел играть, в том числе на этих противоречиях и с Киевом, да, объясняя, что, ну, вот, ребят, если мы послушаем вас, да, грубо говоря, то, как вы видите эту ситуацию, то, как правительство Украины видит эту ситуацию, то права автономии, они сводятся, в общем-то, к таким же правам области. Мы не видим наполнения этой автономии, да. И поэтому, да, конечно, у меня сидит Верховный Совет, который, в общем-то, кипит, и мне нужно каким-то образом на это реагировать. Вот, грубо говоря, такая оппозиция, да. Вот. Ну, и ко всему прочему, конечно, вот это мешковское республиканское движение, потом республиканская партия набирали своих сторонников, потому что, по большому счёту, они выдвигали странные для сегодняшнего времени лозунги, очень странные, да. То есть, ну, вот, допустим, мы вернём Крым в рублёвую зону. Какая разница тогдашнего российского рубля от купона карбованца понять сложно. Мы вернём московское время. Я это, кстати говоря, лично помню, это было реализовано. Но об этом мы поговорим чуть позже. Да, это всё нет. И я это, кстати говоря, тоже помню, безусловно, события, которых мы помним. То есть, вот тогда эти лозунги, они, ну, вот, благодаря той вот информационной, да, наполняемости, которая шлась через телевизор, они казались, ну, да, нормально, мы же смотрим тоже российское телевидение, давайте так говорить. Мы, по большому счёту, смотрим каждый вечер программу «Время», да и всё. Ну, примерно, да, будем так говорить. Вот. И это, конечно, вот создавало, грубо говоря, такой вот диссонанс, что, ну, допустим, мы присоединимся к рублёвой зоне, введём московское время. Открыто про переход в Россию, кстати говоря, не говорилось, потому что это понимали, вот всё-таки хватало как-то понимания, что, ну, это приведёт к однозначному конфликту. Другой вопрос, что да, и республиканское движение, республиканская партия стояли с лозунгом, с позицией того, что, ну, раз мы приняли решение про проведение референдума, давайте мы его проведём. В тех условиях, учитывая, вот, скажем так, контекст, ну, у меня сложно, конечно, говорить о результатах этого референдума, но официальный Киев его не хотел, давайте тоже говорить правду, да. Потом Багров, который играет на противоречиях, да, он вводит мораторий на проведение референдума, голосует, он убеждает Верховный Свет Крыма, давайте проголосуем за мораторий. Проголосовали за мораторий про референдум о статусе Крыма, хотя та даже республиканская партия Крыма, Мешковская, говорила лишь о том, что давайте мы в референдуме вопросы предложим о том, что вот вы подтверждаете Конституцию 1992 года, то есть о договорном принципе отношении с Украиной и существовании в такой вот достаточно широкой, ну, самостоятельности, то есть вплоть до самостоятельного ведения внешнеэкономической деятельности, ну и так далее, так далее, так далее. То есть вот фактически к 1993 году вот ситуация подходит вот до такой степени. Плюс ко всему, конечно же, пророссийские силы рассматривали как своим главным союзником Черноморский флот, который находится, базируется, который еще не разделен, в который Севастополь, часть Крыма, не является отдельной административной территориальной единицей, и по сути, то есть, ну, этот тыл у пророссийских сепаратистов, он есть. Осенью 1993 года Верховный Совет Крыма принимает решение о введении должности президента, согласно, собственно говоря, имплементируя положение Конституции, назначает выборы на январь 1994 года. И там проходит, опять-таки, абсолютно Киев, ну, не имея рычагов влияния серьезных, будем говорить откровенно, на эту ситуацию, соглашается с проведением этих выборов. Кстати говоря, абсолютно демократическая позиция, ну, и там кандидаты, собственно говоря. Ожидалось, что Мешков как-то вот он потеряется на фоне, а он не потерялся, потому что ожидалось, что будет схватка между двумя коммунистическими монстрами, так, если можно сказать, или они не монстрами, назовем их тяжеловесами, то есть Багров-играч, тот, кто предал партию, тот, кто вот, да, что там произойдет. А нет, Мешков, который в первом туре набирает 38%, Багров 17%, и во втором туре 73% крымчан. Без каких-то, вы знаете, я не вижу там больших фальсификаций, такой контекст, такие условия ситуации. Мешков, который баллотировался от блока «Россия», назывался он просто «Россия», и в нем состояли две вот эти партии, республиканская и народная, он становится президентом. Киев, скрипя сердце, с этим соглашается. Другое дело, что потом происходят те события, которые, ну, покажут, насколько это было не то чтобы ошибочно, насколько это отвечало иллюзиям крымчан. Потому что вот самое интересное, если бы, опять-таки, это была ностальгия за Советским Союзом, ну, ясное дело, что это было бы одним из основных кандидатов в Грач. А нет, Грач получил 12%. То есть, по большому счету, это вот та пророссийско-сепаратистская конструкция, которая сыграла благодаря контексту ситуации, экономическому кризису и информационному, ну, если не давлению, то, как сказать правильно, информационной экспансии из Москвы. Это радио «Крымреалий». Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир. Крымреали. Крымчане имеют право знать. И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко, Александром Севастьяновым. Итак, перед тем, как мы перейдем к рассмотрению событий там 94-96 года, периода мешковщины так называемого, все-таки сначала, ну, я коротко, но все равно обозрим вопрос о статусе Черноморского флота и о российских государственных претензиях на Крым. Отказ считать легитимным договор 1954 года, претензии на Севастополь, как на город федерального значения. И, наконец, вот раздел этого флота, с которым закончилась эпоха борьбы, ну, полуофициальной Москвы и Киева. А потом снова продолжим, продолжим, собственно, крымскими событиями. Ну, вот тут возникают такие, уже вот контекст Крыма, он вышел за рамки, собственно говоря, самого Крыма. Если для Киева необходимо было убедиться в том, что в Крыму ситуация должна дойти до определенной точки, и она дойдет вот при Мешкове, да, там в 1994 году, собственно говоря, да, то Россия официальная и политическая имела на это с самого начала, ну, определенные свои взгляды. Потому что, ну, там есть разные рассказы, вот сейчас, знаете, мемуары, очевидцы и так далее. Ну, у нас очевидцы обычно иногда бывают врут, как очевидцы, но не в этом дело, да, про то, что там вот якобы в Беловежской пущи, когда заканчивалась история Советского Союза, собственно, что вот Ельцин чуть ли не половину там по карте провел по всему Юго-Востоку с Крымом, ну, Украиной имею в виду, и там типа говорил, что да я, если захочу, то я заберу все. Ну, сейчас рассказывает Леонид Макарович Кравчук про то, что я вот поднялся вопрос Крыма, и я Ельцин однозначно сказал, что вот Крым в составе Украины, и давайте этот вопрос закроем, Ельцин как бы, в общем-то, закрыл его, да. Ну, я думаю, что истина где-то посередине. То есть, в том смысле, что официальная российская власть на тот момент, ну, просто-напросто крымский вопрос был слишком для нее вторичен. Ну, не учитывая то, что уже обозначались конфликты в самой России, прежде всего чеченский конфликт, то, что, в общем-то, по границам начинало уже полыхать и полыхало, да, плюс ко всему, ну, крымский контекст мог быть очень похож на преднестровский, то российская власть, ну, просто-напросто не могла себе позволить такого, ну, серьезного очень камня, привязанного к ноге, который бы ее потянул бы вниз. И так ситуация сложная. А вот политическая элита или там, скажем так, противоборствующие политические силы в России, они, да, они с самого начала, еще с 92-93-х годов рассматривали крымский вопрос как один из, ну, таких важных. То есть, это, прежде всего, оппозиционный Ельцин и Верховный Совет, потому что Верховный Совет, который был избран, собственно говоря, еще в 1990-м году, да, он, в общем-то, был далеко не лоялен Ельцину, и там были сильные старые коммунистические, скажем так, деятели, и, в общем-то, вот они инициировали в 92-м, 93-м году несколько решений. Это решение о признании, как это сказать, федерального союза, федерального статуса города Севастополя и от отмены, то есть, вот началась эта, опять-таки, казуистика того, что как же Севастополь имел статус базы Черноморского флота, и он имел общесоюзное подчинение, но при этом никто не объяснял, а как же тогда, ну, с 54-го года до 91-го года спокойно в Севастополе функционировали все структуры, которые завязывались на УССР, на руководство УССР. Как-то вот об этом вот в Российском Верховном Совете, да, мало, не то, что вспоминали, а просто-напросто не говорили, но решения принимали. И, конечно, скажем так, тормозились эти все решения о, собственно, там уже было принято решение о денонсации самого Беловежского соглашения, но это чуть позже, в 94-м году это было принято, да. То есть, были попытки вот какого-то реванша, были попытки вот какой-то вот такой вот, даже не реванша, а вот мы пересмотрим это. Но так как политической воли, а самое главное, политической возможности у российской власти официально исполнительной, то есть, это правительство, это президент, это министр иностранных дел, на тот момент не было, и они, по большому счету, отказывались вообще рассматривать эти решения парламента, да. Но в итоге, кстати, еще скажу, что вот такие противостояния, не только по крымскому там вопросу, украинскому, но и по внутренним вопросам, они-то привели к тому, что конфликт между президентом и Верховным Советом России закончился кровавыми событиями октября 93-го года, да. То есть, ну так, если сказать очень образно, то попытка российского Майдана, да, закончилась такой же кровавой ситуацией, но проигрышем Майдана, да, тогда, в октябре 1993-го года. Так вот, эти-кать-ти-кать-ти, вот, решения политические, политизированные, они не находили поддержки у исполнительной власти России, не имели никакого последствия. Приняли, приняли, Министерство иностранных дел, и правительство говорило, что, ну, приняли и приняли, это не имеет никакого законного силы, и Россия признавала границы Украины на тот момент. С флотом сложнее, потому что, когда стали говорить о флоте, ну, появилось, как бы, несколько подходов к нему. То есть, например, вполне, один из них озвучивал, кстати, Игорь Леонид Макарович Кравчёк о том, что он, в общем-то, говорил справедливую вещь о том, что, ну, товарищи, строил флот весь Союз. Как бы сложно, конечно, вот так вот чётко сказать, какой вклад какой республики из 15 республик, да, но всё-таки, как бы, это общесоюзные были деньги, а не только там РСФСР деньги, или УССР, да, вот-то-то, да. То есть, и по большому счёту, как бы, можно вот поделить-то на 15 частей. Ну, было бы интересно, да, как бы это выглядело. Ну, ладно. Потом, в общем-то, выяснилось, что никто из советских бывших республик, кроме России и Украины, и Грузии, ну, потому что имеет выход к Чёрному морю, не претендует на эти части. Потом возникали, конечно, вот эти все моменты по базированию, а самое главное ещё и по-другому. Ну, 91-й год. Кстати, вот что надо вспомнить, абсолютно преступный приказ в декабре 1991 года адмирала Касатонова, командующего ещё, ну, то ли советским, то ли не советским, вот уже Черноморским флотом, абсолютно преступный приказ, который понимал результаты референдума. И часть эскадры, да, часть кораблей, которые находились в Средиземном море, сказал не возвращаться в Севастополь, не возвращаться к порту приписки, идти в Новороссийск, либо в другие порты, где, ну, в российские другие порты. Вот это начало, как говорится, подхода России к решению этого вопроса, что мы корабли не отдадим. Потом пена сошла, то есть, конечно же, всё равно этот флот надо каким-то образом делить. Болезненный процесс присяги, принятия присяги, да, потому что, по большому счёту, принимали присягу государства, которое больше не существует. Образовалось два других государства. Кто выберет и как выберет? Но, по сути, мы всё равно наблюдали то, что сформировался, достаточно быстро сформировался офицерский корпус как Черноморского флота России, так и ВМСУ. То есть, да, этот процесс был непростой, болезненный, это проходило через сознание, через человеческие отношения, но тоже это всё происходило. В итоге, в общем-то, именно вот эта выдержка Ельцина и неготовность на вот какие-то такие авантюрные действия, которые были продиктованы как объективным, так и субъективным фактором, да, они привели к тому, что с 95-го года началась, в общем-то, работа по подписанию соответствующего соглашения, которое в итоге разделило флот в пропорции, примерно на две трети отошло России, около 33-е отошло, собственно, Украине, 3% Грузии, да, по сути. Ну, понятное дело, что грузинская часть флота, она потом почти сразу чуть ли не была продана России, ну, в силу долгов, в силу ещё каких-то моментов, ну, понятное дело, что военный флот в этот момент Грузии был, очевидно, не нужен, но на сегодняшний момент я не знаю, существует ли он вообще у Грузии как таковой, да, вот, и началось вот это вот сосуществование в Севастополе двух флотов, которые в 90-е годы одинаково недополучали финансирование, одинаково практически не имели никакого серьёзного развития, и по большому счёту лишь только со второй половины 90-х годов мы можем наблюдать серьёзную поддержку Черноморского флота со стороны правительства Москвы, и конкретно мэра Москвы Юрия Лужкова, который на этом начинает зарабатывать себе политические дивиденды как политик, потому что сначала он ассоциируется, ну, Москва, мэр столицы, хозяйственник, крепкий хозяйственник, да, всё такое прочее, а потом, вот в том числе на севастопольской теме и заявление, которое он делал политически о том, что Севастополь должен стать частью России, должен быть восстановлен суверенитет России над Севастополем и так далее, это, конечно, ну, началось вот некое такое движение по финансированию как самого флота, так и социальным программам, то есть строительство жилых этих всех корпусов и жилых кварталов Севастополя для офицеров и так далее, которые, конечно же, порождали вот это социальное напряжение в городе, безусловно, потому что, ну как, вот строятся дома, туда въезжают в эти квартиры офицеры, ну, к сожалению, украинское в этом смысле Министерство обороны и командование военно-морских сил не могло объективно соперничать, соревноваться с данными действиями мэрии Москвы, которая, конечно же, имела, ну, если не открытую, то такую, знаете, скрытую поддержку севастопольских городских властей, хотя бы городского совета, который всегда был по своему составу достаточно таким либо прокоммунистическим, либо пророссийским, то есть это тоже фактор, да. И в итоге, в общем-то, опять-таки, в раздел Черноморского флота это добрая воля уже вот, ну, не первого президента Украины, а второго Ленида Кучмы и Бориса Ельцина, которые смогли, ну, более или менее, скажем так, полюбовно договориться и, в общем-то, избежать каких-то либо серьезных проблем, в том числе, ну, скажем так, насильственных или каких-то военных, да, 1994 год, накалилась ситуация с Мешковым, собственно говоря. То есть, конечно, когда Черноморский флот мог стать, в случае чего, мог стать летом 1994 года, мог стать вот той силой, которая бы играла бы какую-то роль во внутренней политике Крыма, да. И вот действительно, конечно же, вот эти все моменты, они были, потому что эта ситуация накалялась как искусственно, так и специально, для того, чтобы вот нашлись какие-то почва, источники для конфликта. Да, да, конечно, но это не только было связано вот с самим Черноморским флотом, это еще и было связано, конечно, с ситуацией внутри Крыма. Ну, мы поговорим об этом в следующей части программы, пока последний вопрос здесь. Кроме российско-украинского противостояния вокруг флота и статуса Севастополя, еще свою роль играл и крымско-татарский фактор, возвращение крымских татар, массовая с 89-го года, второй курулта 91-го года, претензии на восстановление государственности, и в конечном итоге 92-й год запомнился нам и начало массовых протестов, в том числе и разгоняемых силовыми крымскими структурами. Почему интеграция крымских татар в крымское общество не проходила мирно? Ну, я бы не сказал бы, что вот оно было немирно, оно было, в общем-то, особенно сравнивать, если с окружающим контекстом Приднестровья и прочих конфликтов, да, и Чечни, и Абхазия, это было мирно, будем говорить так, да, то есть попытка штурма Верховного Совета Крыма в 92-м году, она имела место быть, она, да, но тут опять-таки вернуться немножко назад в плане того, что какую логику, вообще как на всё на это смотрела крымская элита конца 80-х, начала 90-х, потому что по большому счёту местных компартийных или бывших компартийных чиновников поставили не то, что перед фактом, но Москва сказала, что мы этому процессу не можем помешать, поэтому вот решайте, как хотите. Это ваша проблема. По факту вот было принято вот такое решение, да, то есть, что мы восстанавливаем автономию, ну и пусть переезжают, а мы уж тут посмотрим. Дальше, конечно, ну не будем скрывать лидеры, да, то есть на Курултае и в образовавшийся Меджлис, который, ну, вот как-то в правовом поле так и не нашёл своего места, да, Украины, они тоже повысили эту ставку вот с заявлением о том, что мы стремимся к национальной государственности. Когда об этом услышали в Киеве, ну поняли, да, что в общем-то по принадлежности к Украине данная группа является союзниками, но попытка создания в Крыму национального государства или там национальной государственности, это, ну, ясное дело, очень проблемная вещь. В тех условиях, там, 92-93 года, если бы ещё бы вот пошло бы в этом назначение, ну, сложно представить себе последствия, просто сложно себе представить последствия. Особенно, если учесть, что по большому счёту, как вот этому русскому этническому большинству, так и возвращающимся на своё место крымским татарам терять было особо нечего. Понимаете, настолько равным в социальном смысле они были, то есть, потому что, ну да, понятное дело, что у тех, кто жил в Крыму на тот момент было там своё жильё и всё такое прочее, у крымских татар его не было. Ну, по сути, вот каких-то, какой-то собственности, чего-то не было. То есть, вот это была бы политическая борьба за идею, за идеи, а, как вы понимаете, такая борьба за идею бы привела бы, конечно же, скорее всего, к какому-то насильственному столкновению, к сожалению, его удалось избежать. Понимаете, его удалось избежать, и, скорее всего, как я себе понимаю, всё-таки возобладало некое, ну, здравомыслие и в рядах Меджлиса о том, что лучше интегрироваться в политический процесс Украины, что и произойдёт. Но и при этом всё-таки ни Багров, ни Мешков не пошли на назначенное какое-то обострение. То есть, не пошли против, что мы, ну, вот не было вот этого, знаете, я не могу сказать, что было какое-то разделение на первый, второй, какой-то третий сорт. Вот всё-таки это отсутствовало. И это спасло от эскалации ситуации. Почему не совсем мирно? Ну, понятное дело, потому что, ну, как сказать, есть шлейф вот этой исторической ситуации, связанной со Второй мировой или Великой Отечественной войной на территории Крыма, есть и другой шлейф, ну, и просто, в общем-то, ксенофобия, которая, к сожалению, постсоветскому обществу крайне свойственна. Это радио Крым Реалий. Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернёмся в эфир. И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» на самом крымском мире радио «Крым Реалий». У микрофона Сергей Громенко и мой сегодняшний гость Александр Севастьянов. Возвращаемся в общекрымский контекст, политический, 94-й, там вплоть до 98-го года, с начала эпоха Мешкова, первого президента и борьбы Украины с ним, а потом и принятие той конституции, по которой формально Крым будет существовать ещё следующее десятилетие. Как развивались события в эти годы? Вот здесь очень важный момент, но я бы не сказал эпоха, я бы сказал бы сюжет, связанный с Мешковым. Он был такой очень быстрый, насыщенный, но очень быстрый. Но другого-то президента в Крыму никогда не было. В общем-то, да. В общем-то, действительно, это так. Так, и Мешков, вот он выиграл выборы, а дальше наступила, в общем-то, характерная и для Украины так точно ситуация. Он выиграл в той ситуации, когда, ну, власть-то у тебя в руках есть, и есть очень высокий кредит доверия. То есть люди голосовали, вот у меня вся семья голосовала за Мешкова. Я вам это абсолютно без всяких... А у меня, кстати, нет. Ну, вот видите, да. Я, знаете, я, между прочим, скажу, что, честно, не уверен, что что-то было бы кардинально отлично, если бы Багров бы стал президентом. В плане какому? В плане, что да, наверное, он бы пробыл бы президентом подольше и, возможно, интегрировался бы с Украиной как-то, да, но суть процессов, она бы, скорее всего, мало бы отличалась. Ну, так вот, что получается? Кто стоит за Мешковым? С одной стороны, вот это интеллектуальное пророссийское крыло, да, с другой стороны, которое оформлено в виде партии, с другой стороны, это странные криминально такие вот криминально-бизнесовые круги, определенные группировки, то есть мы начинаем узнавать, что есть некие башмаки, есть некий сейлем, да, то есть которые вот делят между собой собственность, и как бы, как сейчас вот уже становится ясно, к Мешкову было ближе башмаки, да, вот, далее, ну и самое интересное... И начинается карьера кое-кого. И да, между прочим, и начинается карьера будущих штурманов этой грядущей-то бури, да, которые в нулевые, в начале 21 века, нулевые, в 14 году сыграют очень интересную, ну, свою роль, как говорится, мы немножко об этом, я думаю, тоже там скажем, когда в прошлый раз. Так вот, смотрите, то есть вот конгломерат странный. Мешков находит интересную фигуру, конечно, ну, с позиции украинского, вот, взгляда из Киева, она, конечно, наверное, ну, выглядит не презентабельной, да, но он находит фигуру профессионального экономиста, который мог бы, ну, вот, надеяться решить эту всю проблему и приглашает руководить правительством Крыма экономиста из Москвы Евгения Собурова. Кстати говоря, Собуров принимает украинское гражданство, что самое интересное, да? И вот, значит, Собуров, да, он экономист, он неплохой экономист, подобранная им команда. Ну, они чужаки в этих условиях. Они даже если что-то и хотели бы сделать хорошего, ну, сложно сделать, когда, по большому счету, вокруг везде, ну, нету, нету ниоткуда взять ни инвестиций, ни денег, ничего, то есть, по большому счету, механизмы управления, они расшатаны и, по большому счету, ну, если не сломаны, то в очень плохом состоянии, да? Ну, вот, соответственно, мы и сталкиваемся с тем, что Мешков оказывается, ну, в определенном вакууме, когда, по сути, в общем-то, для крымчан, да и для жителей Украины и для жителей России была актуальна вот эта гуманитарная помощь, когда, там, на работе у родителей раздавали, там, какие-то гуманитарные помощи, в школах их раздавали, это все тоже было, в общем-то, актуально и для Крыма тогда. Какие-то конкретные экономические шаги предпринять, а с чего их предпринять? Производство стоит, будем говорить откровенно, заводы, которые раньше там работали на ВПК, либо на какую-то другую отрасль советскую, они утратили свое значение, да? И, по сути, дальше начинается процесс выяснения еще отношений внутри власти, потому что Мешкова, Мешков приводит со собой, в 94-м году одновременно с выборами в Украине, весной проходят выборы во все крымские органы власти, это вслед за президентским, президентские были в январе 94-го года, да? Так вот, и что мы имеем? А мы имеем то, что в крымском парламенте вместе с севастопольскими депутатами, который работал на тот момент, есть большинство, 54 депутата от блока России, которые, в общем-то, формируют реальное большинство. Есть, избираются по рекомендации Мешкова, избирается спикером данного Верховного Совета, избирается Сергей Цеков. Ну, в общем-то, до недавно депутат, народный депутат Украины от САК, собственно говоря, да? Формируется, и самое главное, что по Конституции, это 92-го года, вокруг которой идут все речи, ну, которая положена в основу этого государственного образования, Крым – парламентская республика. Рано или поздно, учитывая паралич экономики, возникает вот эта, ну, неизбежная борьба за влияние и за хоть какой-то экономический ресурс. А тут же еще вот эти группировки криминальные, которые, по сути, делят собственность не по документам, а по реальным понятиям, да, и по реальным действиям. В натуре. В натуре, да, вот. И, соответственно, вот на этом фоне плюс краснодиректорский корпус, который выжидает. На этом фоне в Украине меняется власть, приходит Кучма, который, в общем-то, приходит на пророссийских лозунгах, на лозунгах восстановления экономических отношений с Россией и все такого прочего, понимаете? И Крым-то за него голосует, за Кучму. Там 82%, которые вполне искренне проголосовали тогда за Кучму, вот. Первоначально вот даже какой-то наблюдается с Мешковым диалог у Киева, да, но потом становится ясно, что Мешков в своих действиях, видя, что у него, он не может применить свою власть, ну и, в принципе, скорее всего, ну, нету, нету вот ни команды внятной, нету непонимания момента, и что делать, непонятно совершенно, а власть есть. Конфликт, ну, сначала конфликт с парламентом, то есть сначала к осени начинается проблема вот в взаимоотношениях в ветве и власти, Мешков не находит ничего лучшего, чем пойти путем Ельцина и сдать указы про распуск парламента, введение прямого президентского управления, отмену Конституции и все такое прочее, приостановление действия, приостановку действия Конституции. И вот тут крымская элита выступает, как говорится, ну, таким, знаете, объединяется против президента. Потому что становится ясно, что именно институт президента, он, ну, вот как, он по сути своей не то чтобы исчерпал себя, а он просто-напросто в виде Мешкова никому не нужен. То есть Мешков перестает быть вот этой фигурой, которую раньше объединял. А население ждало от президента конкретных действий, как бы как от символа, от самой, ну, от... Ну, у него и были московское время, например. Не, ну вот да, ну вот, а все закончилось на московском времени. А цены, извините меня, как были, а падение Карбованца как было, а введение рублевой зоны, ну, оно было широко проанонсировано, и все. А как ее ввести в реальность? Ну, как ее просто в реальность ввести? Нет, никак, да. Тем более, что именно в этот момент, кстати говоря, произошло как раз именно разделение вот этих банковских, окончательно разделение банковских всех моментов между Киевом и Москвой. Да, и формирование тут уже, ну, как бы основ в Украине своей самостоятельной финансовой политики. Вот в чем проблема, то есть оказалось, что это, ну, вот на пене он пришел к власти, сделать он ничего не смог и объединил вокруг себя практически всю крымскую элиту. И по согласованию с Киевом, безусловно, тем более, что здесь зрело недовольство вот этими всякими заявлениями про то, что мы вот все равно реализуем, проведем референдум, все такое прочее, да. По согласованию с Киевом Верховный Совет Крыма принимает решение, да, о том, соглашается с решением Киева о ликвидации поста президента Республики Крым. Мешков там баррикадируется у себя в администрации президента, это здание Верховного Совета, да, там, ну, какая-то часть верная ему остается, он там что-то пытается, он, ну, не голодает. Но в итоге, в общем, спецоперация спецслужб, да, по его, ну, скажем так, разбалансированию его состояния здоровья удалась, его госпитализировали, вывезли из администрации президента, после чего, после соответствующего лечения он был, он был доставлен в Москву, это произошло в марте 1995 года, чем закончилась, собственно, президентство, история президентства на сегодняшний момент в Крыму. А другое дело, что, конечно, в определенный момент Мешков продемонстрировал то, что он не способен принимать самостоятельное решение, что все-таки он ориентируется на определенную часть, ну, скажем так, политической элиты России. То есть, что какие-то контакты, безусловно, у него есть. Тот же, вот, допустим, Леонид Иванович Грач вспоминает о том, что летом 1994 года, когда накалилась ситуация вокруг Черноморского флота, когда начался конфликт внутри крымской власти, было соответствующее совещание, где, в общем-то, Грач сказал Мешкову, ну, смотрите, министр обороны находится в Украине, в Крыму сейчас, президент находится в Крыму, проведите все консультации, которые, представители Верховной Рады тоже, проведите консультации и получите какое-то решение, да, с ними. А Мешкову нужны были консультации в Москве. То есть, вот в итоге вот эта пророссийская история тогда закончилась тем, что, ну, в общем-то, отсутствие решительности и отсутствие системности привело к тому, что это закончилось ничем, по сути. А вот дальше, после этого происходит, ну, неизбежный реванш. То есть, еще при президентстве Мешкова он вынужден был согласиться с тем, что осенью 1994 года пост премьера занял Анатолий Франчук. Анатолий Франчук – это представитель краснодиректорского корпуса, это директор завода «Фотон», а потом первый заместитель представителя Крымского облсполкома, ныне до сих пор здравствующий. Вот. Ну и самое главное, что это человек, который имел прямой выход на высшую политическую элиту Украины посредством своих родственных связей. Потому что его сын Игорь был гражданским супругом дочери Ранида Кучмы, да, Елены. И Елены, да. Вот. И, соответственно, в общем-то, как бы вот Кучман поставил такого своего, ну, наместника, который всегда мог по прямой телефонной линии доложить в Киев и согласовать моменты. А дальше произошла, конечно же, очень интересная ситуация такого себе договорника. Я это назову именно так. Потому что Сергей Цеков, который, ну, приложил очень большие усилия к тому, чтобы избавиться от Мешкова, да, и отправить его в Москву, собственно говоря, где тот стал заниматься преподавательской деятельностью, вот. Он думал, что это сохранит ему должность. И он теперь станет вот той фигурой, пользуясь парламентской республикой, да, которая будет разговаривать с Киевом на там равных или как-то там. Однако очень быстро в Верховном Совете Крыма сформировалось то большинство, которое, ну, по сути, в общем-то, решило отступить от каких-то серьёзных моментов насчёт нагнетания обстановки с Киевом, да, и, ну, съездила в Киев, да, было так знаменито это летом 1995 года, визит 17 депутатов Верховного Совета Крыма, которые, в общем-то, договорились о том, что они делают шаг назад, официальный Киев не предпринимает каких-то действий, да, силового характера относительно стабилизации ситуации в Крыму, ну, и делает такое вот, ну, некое соглашение, вот, которое всех устроит, да. Когда это стало реальностью, Цеков последнее, что попытался сделать, это назначить и назначил. Кстати говоря, это, между прочим, очень важный момент, который, ну, вот не очень вспоминают почему-то, это 26 июня 1995 года, на эту дату был назначен референдум о статусе Республики Крым с вопросом о подтверждении Конституции 92-го года. Однако, вот прямое, скажем так, намёк Киева и президента и силовых ведомств Украины о том, что мы готовы к тому, чтобы решить тогда вопрос о приведении конституционного соответствия, да, ситуации в Крыму, да, заставил Верховный Совет Крыма потом принять совместное решение Верховной Рады Украины и Верховного Совета Крыма о том, что мы отказываемся от референдума, но при этом мы вводим ситуацию демократическим путём, вводим ситуацию снова-таки в конституционное поле. И после этого меняется, разрабатывается новая Конституция, тоже Конституция Республики Крым, ноябре 1995 года она принимается. И дальше вот происходит такая ситуация, что исполнительная власть в Крыму становится, ну, более или менее, более или менее, скажем так, стабильной, потому что сначала Франчук, потом Аркадий Демиденко, а потом, собственно, снова Франчук во главе Совета Министров Крыма, они как-то так стабилизировали вот эту вот исполнительную ветвь власти и ввели её более или менее в русло Конституционной Украины. Ну, а Верховный Совет становится таким, знаете, полем политического противостояния, каких-то разборок и так далее, и перед нами целая там вереница спикеров руководителей Верховного Совета, летом 1995 года убирают Цекова, на его место становится Евгений Супрунюк, который, ну, в общем-то, становится такой символом вот этой эпохи середины 90-х для Крымского парламента, да, потом Василий Киселёв и Анатолий Гриценко, которые в первый раз станет спикером Верховного Совета Крыма, вот показывают то, что крымская элита потеряла, потеряла свою, ну, если не слаженность, то, во всяком случае, некую основную идею. В общем-то, преобладало влияние криминальных вот этих двух группировок, между ними шла откровенная война между башмаками и сейлимовцами, война за ресурсы, за собственность, за всё прочее. И, по сути, политические вот какие-то политические события, политические заявления вот вставились в прямую связь с этой борьбой, то есть, кто за какой кусок собственности борется. И, в общем-то, в 97-98 году, в 97-м году начинается, ну, всё-таки проявляется политическая воля руководства Украины к тому, чтобы закончить вот это вот явное бандитское влияние на экономику и политику Крыма. Происходит спецоперация МВД, которые многих из этих криминальных авторитетов, ну, скажем так, либо отправляют в долгое путешествие, либо они же сами себя истребляют взаимно, да? Вот. Ну и фактически и фактически всё заканчивается тем, что в 98-м году проходят новые выборы, это выборы по всей Украине, в том числе органов местной власти и Верховной Рады Украины, да, на которых победу как в всеукраинском масштабе, так и в Крыму одерживает коммунистическая партия Украины. Почему? Потому что люди вот в этих условиях, ну, уже очень оказались, ну, скажем так, в безысходности, да, вот устали люди от нестабильности, от экономического кризиса, от бедности, от всего, что угодно, и подумали, что коммунисты – это выход. И приходит к власти Леонид Грач. Леонид Грач – человек, который, по большому счёту, ну, по-разному оценивается эта его деятельность, но разрабатывает новый проект Конституции Крыма, который уже будет принят 21 октября 1998 года, который будет уже называться Конституция Автономной Республики Крым, и которая окончательно вводит автономию и её статус в Конституционное поле Украины. Насколько это там справедливо, несправедливо, насколько там вообще этот статус был действенным, эффективным, ну, это нескусственная тема, да. Мы поговорим об этом, и мы, конечно, обязательно об этом поговорим в следующий раз. Благодарю Александра Севастьянова, своего сегодняшнего гостя. Радио «Крымреали», «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернёмся в эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова